Россия первой в мире признала кибер-турниры официальным видом спорта. На данный момент в стране более 4,5 миллионов геймеров. На протяжении последних трех лет оренбургских игроков поддерживает компания Ростелеком. В этом году турнир по киберспорту в Оренбурге проходил 4 дня. Ростелеком оказал техническое сопровождение и подготовил награды финалистам. Ростелеком разработал и постоянно совершенствует тарифный план игровой. Тарифный план игровой дает скорость до 200 мегабит в секунду, а также низкий пинг. Но еще бонусы в играх Warface и Wargaming. Масштабный турнир Всероссийской студенческой киберспортивной лиги, организованный порталом OpenGame, собрал команды крупнейших учебных заведений Оренбургской области. Мы готовим сейчас базу для команд, на которой мы будем их тренировать, двигать дальше, уже готовить их на большие профессиональные соревнования. По количеству первых мест по разным дисциплинам убедительную победу на турнире одержала сборная Оренбургского государственного университета. Я очень рад, что у нас начали организовываться такие турниры, что уже уровень организации этих турниров достаточно возрос. В частности, про нашу игру сказать, что мы выступали в дисциплине Warface, и у нас не было достойного сопротивления, нам не оказали, и мы с легкостью победили. Команда-победитель представит наш регион уже на чемпионате Приволжского федерального округа. Дмитрий Питайкин, Игорь Бероев. Новости дня.